Министр юстиции Франции не захотела петь Марсельезу, мол, в караоке не участвует, за что и подверглась критике. Все подробности знает София Гордиенко. Справедливости ради стоит отметить, министр это непростой. Кристиан Тубера мало того, что темнокожая женщина в правительстве Алланда, так еще и автор закона о гомосексуальных браках. А поэтому все, что она делает, или в данном случае не делает, для правых и ультраправых. Это сигнал ФАС. Инцидент произошел на днях в Люксембургском саду Парижа. Аллан шевелит губами и даже постукивает ладони в такт. Мадам Тубера просто и с достоинством молчит. Кстати, заметно, что не только она, еще два человека сопровождения решили не напрягать голосовые связки. Но данная соперница министра Марин Липен через твиттер потребовала именно ее отставки. Тубера на своей странице в фейсбуке ответила, караоке это не ее конек. И вообще гимн дело интимное. И опять шквал с критики справа. Меня шокировало, что она сравнивает гимн с караоке. Есть вещи, о которых нельзя так говорить. Французские журналисты решили выяснить, Тубера молчит соло или все-таки в хоре с другими политиками. Давайте посмотрим, как это было. День независимости, 2000 год. Даже Жак Шарак словно в рот воды набрал. А теперь смотрим внимательно. 2009 и опять день независимости. У нас снова отстающие. Смотрим внимательно. Саркази даже не шевельнет губами. Мало того, журналистам удалось отыскать даже членам национального фронта, не разомкнувших губ. Так что ультраправым, которые, собственно, и подняли скандал, стоит начать с самих себя. Министерская молчаливая соло еще раз заставила общество задуматься, а можно ли вообще измерять любовь к родине децибелами во время исполнения гимна. Как показывает опрос, общественного мнения, похоже, нет. Французы в этом частном случае поддержали своего министра. София Гордиенко, Василий Трышковский, Европейское бюро телеканала Интер.